Добрый день, любители цветов, а также подписчики моего канала. Это видео я посвящаю этому замечательному цветку, родина которого – тропики Южной Америки. Знаете ли вы этот цветок? Это антуриум. Ценится он за красоту своих цветов, которые можно поставить в вазу, если он на длинном черенке, и он будет стоять как минимум месяц. Посмотрите, какие у него листочки. Такие вот сердцевидные листочки, блестящие зеленые, темно-зеленые листья. Вот посмотрите, этот цветочек уже перерос в свой горшок. Его пора пересаживать. Как же мы будем готовить почвенную смесь для пересадки антуриума? Он любит повышенное тепло и влажность. Однако застоя воды ему не нужно. Следует избегать застоя воды. Мы возьмем горшок чуть большего размера. Вот такой вот. И на дно мы поместим мелкую фракцию сосновой коры. Вот так вот. Ну вот, достаточно. Ведь он же у нас растет в тропиках. Посмотрите, сколько много зачатков воздушных корней. То есть он образует, этот цветок образует воздушные корни. Ну вот. Предварительно мы уже... Я прошел по краю горшка ножом. И наш антуриум хорошо должен, значит, выдержать эту пересадку. Вот. Достаем его. И помещаем в новый горшок. Вот таким вот образом. Вот. Мы будем использовать почву фермы Гера. Почва грунт 3D. Он питает, стимулирует, защищает. Ну вот, значит, пересыпаем требуемое количество в наш таз. Вот таким вот образом. И досыпаем, значит, в горшок нашу почвенную смесь. Вот таким вот образом по кругу. Утрамбовываем. Утрамбовываем. Еще добавляем. Ну вот. Мы и пересадили наше растение. Не забываем поливать. Поливать нужно не менее двух раз в неделю. Обильно. Но избегать застоя воды. В зимнее время этот цветок лучше досвечивать. То есть, использовать дополнительные лампы. Ну а летом он любит полутень. Ну вот, такие небольшие секреты по выращиванию антуриума. Напомню, главное тепло и повышенная влажность. Спасибо всем за просмотр. Все.